Здарова, друзья! Буквально только что я посмотрел фильм «Тетрадь смерти» и у меня неистово бомбит. Премьера этого фильма состоялась пару недель назад исключительно на канале Netflix, поэтому никакого дублированного перевода и выхода на DVD ждать, естественно, не стоит. Фильм уже есть в идеальном качестве и с любительским многоголосовым переводом в сети. Так вот, я ждал этот фильм, скачал, посмотрел и с полной уверенностью могу сказать, что это один из худших, если не худший фильм этого года. Я смотрю все фильмы подряд, за исключением разве что русских кинокомедий. Смотрю как громкие премьеры в кинотеатре, так и не совсем шумные премьеры уже дома после выхода их в хорошем качестве. И вот на данный момент в этом году лишь два фильма смогли вызвать у меня такую злость. Это «Обитель зла. Финальная битва» и «Тетрадь смерти». После просмотра «Тетради смерти» мне отчетливо стало ясно, почему некоторым сериалам всегда лучше оставаться сериалами. Ведь за двухчасовой или даже трехчасовой хронометраж фильма вместить то, зачем миллионы зрителей наблюдали годами, пересматривая не одну десятку серий, практически невозможно. Нет, ну по факту то возможно, но это получится какая-то куча отборного дерьма, как например «Тетрадь смерти». Пойдем по порядку. Предупреждаю о спойлерах. Оригинальную мангу я обожаю. Ознакомился я с ней не так давно, году это к 2014, и сразу же ее полюбил. Причин тому множество. Начиная с того, что это одно из лучших детективных произведений в истории, заканчивая главным героем Ягами Лайтом. Если бы я создавал топ злодеев, которые были правы, или топ злодеев, с которыми я легко могу себя ассоциировать, я бы его поставил на первое место. Из всей той тонны сериалов, фильмов и игр, с которыми я ознакомился за всю свою жизнь, именно мировоззрение Ягами Лайта мне ближе всего. Для тех, кто все еще не понимает, о чем конкретно идет речь, веду вас в курс дела. По сюжету оригинальные тетради в руки простого старшеклассника совершенно случайным образом попадает «Тетрадь смерти». Если в нее написать имя человека и представить его внешний вид, то человек умрет спустя какое-то время. Но это не все. Можно пойти дальше и написать, как именно умрет человек или даже группа людей. Все подвластно вашей воле мысли. С помощью тетради можно даже управлять людьми в течение нескольких дней. Например, прописав им какие-то определенные задачи, после выполнения которых они, конечно же, тоже должны погибнуть, ибо их имя было вписано в тетрадь смерти. В общем, с ее помощью можно стать чуть ли не богом. После того, как тетрадь попала в руки Лайта, ему явился ее хозяин, бог смерти, Рюк, который теперь будет за ним наблюдать и таким способом развлекаться. И там еще просто огромная куча всяких интересных деталей, перечислять которые можно часами. Коротко говоря, Лайт начинает экспериментировать с тетрадью, нещадно убивая тысячи преступников по всему миру. К этому он приходит не сразу. В оригинале идет детальное раскрытие персонажа и демонстрация его мотивации. Но об этом расскажу потом. Далее, такое массовое убийство плохих людей не остается незамеченным, и за его расследование берется суперагент по прозвищу Эл. И на этом я, пожалуй, остановлюсь. Это завязка истории. Аниме Тетрадь Смерти состояло из 37 эпизодов, в которых нам рассказывали всю историю главных героев и их мотивацию, показывали их нелегкие взаимоотношения, все подробности раскрывались в мельчайших деталях. А фильм взял, все перемешал, изменил до неузнаваемости и впихнул все в полтора часа. От момента начала фильма и момента первого убийства проходит 8 минут. 8 минут, Карл! Раскрытие главного героя, его мотивация или хоть какая-то предыстория, этого нет. Если в оригинале на протяжении не одного десятка серий нам показывали то, как Лайт превращается из человека, который просто убирает мусор с планеты и восстанавливает справедливость в обыкновенного убийцу, то в фильме он сразу убийца. Если в оригинале Рюк был чуть ли не напарником Лайта, подсказывал ему, они постоянно общались, местами их взаимоотношения можно было даже назвать дружбой, то Рюк из фильма какая-то тупая гнида, которая практически сразу начинает угрожать смертью главному герою. Никакой дружбы у них и близко нет, он постоянно его подкалывает и насмехается. Да и если собрать все экранное время Рюка, то выйдет всего минут пять или десять, да и эти десять минут он постоянно стоит в тени. Это и близко не тот персонаж, который был в оригинале. Девушка Лайта, отдельный разговор. В оригинале у нее тоже была своя тетрадь смерти со своим богом, и она фанатела от Лайта, готова была даже за него погибнуть. Здесь он на пятнадцатой минуте ей такой, эй детка, хочешь я тебе кое-что покажу? Хочу. Смотри, видишь того парня? Опа, он сдох. Вау, гуебаться. Ты не должен спрашивать. А что я должен делать? Далее в фильме она вообще его начала унижать и пыталась даже убить, открытым текстом намекая, что если у тебя нет яиц, отдай тетрадь мне. И это снова полная противоположность той героине, что была в оригинале. Эл здесь тоже совсем другой человек. Если в оригинале он был сдержанный, продумывал свой каждый шаг, взвешивал всезай против, то Эл, которого мы видим в фильме, какой-то поехавший даун, который кидался с кулаками на Лайта несколько раз и даже пытался его убить. А то, как он нашел Лайта, ооо, там вообще полная жопа. Логика пошла по наклонной. Если в оригинале нам поэтапно показывали путь его расследования и то, как он вышел именно на Лайта, то здесь он сразу такой, ага, летим в Ситл, он точно там. Все подробности расследования либо раскрыты максимально поверхностно, либо вообще выпиливаются из фильма, как будто так и должно быть. Здесь зрителю совершенно ничего не объясняют. Все действия фильма максимально порезаны и не раскрыты. Финал это вообще дикий фейспавн. Эл находит вырванную страницу из тетради, со злостью и ненавистью к Лайту начинает что-то писать, потом кадр переключается на Лайта и тот обращает внимание на Рюка, который начинает неистово смеяться. Конец. Все, додумывайте сами. Конечно же очевидно, что Эл его убил, но как же это все-таки было тупо? Это не просто нарушает правила самой манги, это даже нарушает правила, которые были прописаны фильмом. В один момент Рюка говорит, что если чужие найдут тетрадь, то ты перестанешь быть ее хранителем, а в другой тетрадь пользуют как грязную шлюху. Как можно было не заметить того, что вы собственные же правила мешаете с говном? И это я максимально быстро пробежался по одной, лишь основе и взглянул на фильм, как человек, который практически наизусть знает оригинал. Я не уверен, возможно зрители, которые не знакомы с оригиналом, этот фильм частично оценят. Но блин, как ни крути, там нет предыстории, нет хорошей мотивации, нет ни одного нормально раскрытого персонажа. Все действия происходят крайне быстро, везде теряется логика. Ключевые моменты, которые объясняли многое в аниме, во фильме отсутствуют, но их основа есть. Значит, у незнакомого зрителя в любом случае появится тонна вопросов, но вряд ли он захочет знакомиться с оригиналом, чтобы найти на них ответ, ибо абсолютно все персонажи в фильме это почти что полная противоположность их оригиналу. Они все тупые дауны, они все совершают глупые действия, они ведут себя совсем по-другому, и это близко не то, что было в оригинале, повторю уже сотый раз. И тут не подойдет оправдание, это был эксперимент. Нет, экспериментировать нужно правильно, а превращать умных героев в тупых и извращенно насиловать все остальное, это уже не эксперимент. Это пиздец. Я пробежался немного по другим отзывам на фильм, и абсолютно все его хейтят. Ведь новые зрители просто ничего не поняли и дико поуграли с тупости происходящего. А фанаты вообще неистово всполыхнули, ибо чтобы настолько сильно исковеркать и обосрать оригинал, нужно действительно постараться. Обидно. Ожидал от фильма намного большего. Сейчас с горя пойду и начну оригинал пересматривать, что, кстати, и вам советую, потому что он гениален и великолепен. Да и 37 серий по 20 минут, это не так уж и много. Ну а на этом все. Ставьте лайки, оставляйте свои комментарии со своим мнением от увиденного, ну и, конечно же, подписывайтесь на канал, если еще этого не сделали. Всем удачи, и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok